У новых министров есть 10 дней, чтобы представить приоритеты своих ведомств и обязательства для их реализации, а также отчитаться о предполагаемых действиях по достижению поставленных целей. Об этом на заседании кабина заявил премьер Дарин Ричян. Он также призвал нового главу МВД Адриана Ефроса сократить время реагирования правоохранительных органов и повысить уровень доверия граждан к подразделениям ведомства. В Министерстве внутренних дел, господин министр, нам нужно очень четко знать, как сократить время вмешательства в любом уголке страны и необходимо понять, как достичь максимум 15 минут для любого типа вмешательства. И второй, очень важный момент, чтобы гражданин доверял подразделениям МВД. Таким образом, хотя глава кабмина и не обозначил прямо, но четко дал понять, что в случае с вооруженным нападением в аэропорту, в результате которого были убиты пограничники и сотрудник службы безопасности, в воздушной гавани правоохранители вмешались недостаточно оперативно. А через две недели после этого Ричян объявил об отставке Анны Ревенко. Хотя официальной версией был уход по личным причинам, многочисленные источники в ПАС сообщили ТВ-8, что на самом деле на кадровых перестановках настоял сам глава кабмина. Сегодня Адриан Ефрос принял участие в своем первом заседании правительства в качестве министра. В заявлениях был краток, отметив лишь, что расследование продолжается. Мы предоставим дополнительную информацию, чтобы получить общий, но не сегментированный отчет по этому докладу. По всем вопросам я организовал завтра в МВД пресс-конференцию. Там можно будет задать вопросы, и я выступлю с более подробной информацией. Пока власти не обнародовали никаких подробностей расследования произошедшего в воздушной гавани. Хотя на прошлой неделе по этой теме прошло закрытое заседание, в заявлении правительства лишь отмечалось, что Дарин Ричян потребовал пересмотра протоколов безопасности в аэропорту, корректировки процедуры патрулирования и организации симуляции предполагаемых нападений. В то же время известно, что начато несколько внутренних расследований.